Девушки отдыхают Все улитки являются горами Горами? А что? Это правильно Ну пока поверьте Поверьте, что все горы любят кошек Горы любят кошек? Да, второе утверждение Все улитки любят кошек Нет, неправильно Почему? Некоторые улитки являются горами или все? Давайте порисуем Все улитки являются горами То есть у нас есть горы и у нас есть улитки Так, это горы А это улитки Получается, что все улитки входят в горы Все горы любят кошек То есть вот это горы И они совпадают или не совпадают Ну короче, все горы любят кошек Это любовь к кошкам Значит все улитки любят кошек А, пардон Здесь написано Я неправильно написал Вот здесь вот я Вот так вот надо было написать Смотрите Некоторые Некоторые улитки Это некоторые Вот ему слово А было сначала все Я сказал, что все улитки Ну да, понятно Ну в общем, извините, я ошибся Мы потом это все перепишем Называется так Некоторые улитки являются горами Некоторые улитки являются горами Все горы любят кошек Да, любовь к кошкам Значит все улитки любят кошек Нет, только часть Часть Тут логика такая Да, значит, знаете Это утром Утром такие упражнения Для того, чтобы понять Вообще Вот проснулся Мое я вернулось ко мне или нет Ну мне сейчас Если начнешь такие вопросы Те или я Те или я Да нет, наоборот Нормально Хорошо, смотрите Придумайте Еще так и не придумай А вот мне вот это нравится В общем, здесь много чего нравится Глина это жидкость или газ Но глина не газ Значит глина жидкость Что такое му Ответ Что значит му Это да или нет Да Еще раз Правильно Это правильный ответ Смотрите Глина это жидкость или газ Но глина не газ Значит глина жидкость Какое здесь Какое здесь логическое рассуждение Что Одно является Или первым Или вторым Но оно не второе Значит оно первое Да И это правильно С точки зрения даже физики Действительно так получается Что глина проявляет Свойства жидкости Но в данном случае Физика здесь вообще ни при чем Некоторые птицы Не летают Некоторые птицы Вороны Значит некоторые вороны Не летают Правильно Неправильно Да Мне вот это нравится Все деревья Не являются травой Всякая трава растения Соответственно все деревья Не являются растения Почему Опять растения Да что же Какая разница Растения или не растения Нам опять возвращаться К улиткам и крокодилам Все деревья Не являются травой То есть у нас есть деревья И у нас есть трава Так Все они не являются травой Так Это деревья А это трава А у нас деревья не трава Все верно Так Всякая трава растения Вот это растение Следственно все деревья Не являются растениями Неправильно Да Потому что Потому что деревья Тоже могут относиться К этой группе растений А почему Почему мы деревья Обвели в растения А я совершенно спокойно Мог куда угодно обвести В данном случае Всякая трава Не является растением Является растением Всякая трава растения А если обвести только Траву Значит спокойно Получается Что деревья и растения Зачем ее Ухватить Нет Ну в данном случае Здесь Из этих двух утверждений Не следует Что деревья Не могут быть растениями Мы можем обвести и так А что это мне сказали Деревья еще Плюс деревья Типа Ну они являются растениями Ну простите Дело в том Я думаю что стоит Тогда нам вернуться К правилам логики Да Вот если хотите Мы можем В принципе конечно То что я делаю Я сначала даю задачу А потом Правила как ее решать В принципе Не очень правильно Но Я просто хотел вас Заинтересовать Чтобы вы проявили Интерес к этой науке И может быть Пощелкали эти задачи По логике Посмотрели Что такое интуитивная логика У Ивена Вообще Какие существуют Приемы Правильной или неправильной логики Потому как Если бы я сейчас вам Стал объяснять Приемы правильной логики Да То это превратилось бы В некую нудную Полуматематическую лекцию А есть А А не есть А И так далее Вот И Было бы некоторым образом Тяжело все это дело понимать Но В нашем случае Если вы считаете Что я не прав Прочитаете Учебник по логике Или хотя бы вступить Вступительные части До Раздела интуитивной логики И объясните мне Что я не прав И это будет хорошо Это будет хорошая цель Вашего обучения А если не прав Автор учебника Я думаю Тогда вы Сможете преподавать В высших учебных заведениях Логику А я не хочу Он просто не хочет Ну вообще Это хорошая возможность Если учить Если автор Дело в том Что у нас есть еще Кто же прав Дело в том Что у нас есть еще Следующие штучки Под названием Неверные приемы Аргументации Первый Опровержение аргумента Путем нападок На человека Его выдвигающего Называется Неверным Например Вы узколобые Фундаменталисты Вы постоянно Все осуждаете То есть Когда вот Возникает Такой прием То соответственно Стоит от него Отказаться Или в вашу сторону Или если вы Его используете То ответственно Атор Жириновский Ну Да Да Утверждение Что точка Второе Утверждение Что точка зрения Была опровергнута Из-за Злоупотреблений Например Да вы что Христианская церковь Хороша Да чем же Знаете Крестовые походы Или там В Библии Столько убийств Или например Вера в то Что Бог дал Человеку Господство На природу И позволил Всему западу Ее загрязнять Ну Знаете Как Некоторые Горе-экологи Говорят Откуда появилось Вот Все вот это Загрязнение Нашей планеты Потому что Христиане Вдруг подумали Что они Управляют Всей Землей И что Вся земля Такое Как сказать Подхожее место Такой дом Которым они могут Воспользоваться Или там Инструмент Которым может Воспользоваться Как угодно Поэтому И делают Утверждение Третье Утверждение Что точка зрения Хороша Потому что Она старше Тоже понимаем Кто часто Использует Такого рода Аргументы То есть Мои аргументы Лучше Потому что Они более древние Или Как может Христианство Быть истинной Религией Если Иудаизм Намного Старше Четвертое Утверждение Что мнение Или практика Должны быть Одобрены Так как Как их поддерживать Знаменитость Это обычное Дело Почему Потому что Когда Мы смотрим Ну например Помните Мы говорили О нетрадиционной Медицине И в частности О биологически Активных Добавках Так вот Там Часто Реклама Бадов Или часто Реклама Неких Странных Медицинских Практик Как раз Как раз Связана С тем Что Выступает Некая Знаменитость Скажет Я похудела Или я Избавился От каких Заболеваний Или еще что-то Мы смотрим На лицо Человека И мы сразу же Переносим его Авторитет На качество Продукта Который Он рекламирует На самом деле Это конечно Неправильно Или еще Например Говорят Ну вы знаете Если такие Люди Являются Последователем Такого Учения То учение Не может быть Плохим Потому что Великие люди Являются его Последователем Утверждение Что точка зрения Не может быть Отпровергнута Так как Против нее Нет решающих Аргументов Вот это вообще Замечательный аргумент Смотрите Говорит А что вы можете Сказать против Если вы ничего Не можете сказать против Если вы не можете Никак доказать Что этого нет То значит И аргумент Не стоит Вопросов Они говорят Например Вы можете доказать Что инлоо нет Мы говорим Ну Наверное Не можем доказать Что инлоо нет То есть Нам нужно быть Богом Чтобы быть В каждой точке Вселенной И более того, протащить нашего оппонента по каждой точке вселенной, причем все это сделать одновременно и показывать, что видишь, нигде он лонит. Тогда он скажет, но он говорит, видите, если вы не можете доказать, что чего-то нет, значит, это и есть. На самом деле это неправильно. Утверждение, что отсутствие упоминания определенной идеи доказывает, что молчащая сторона соглашается или не соглашается с ней, при том, что нет основания для такого заключения. Сложное утверждение. То есть, отмолчание. То есть, если о чем-то умалчивается, например, если в бытии умалчиваются какие-то вопросы происхождения или какого-то научного объяснения происхождения вселенной, значит, христиане не верят ни в какие науки относительно происхождения вселенной. Или Святой Дух не может быть личностью, так как он не упоминается в стихе Иоанна 1.1. Да, мы понимаем, что это абсурд, но вот почему это абсурд? Потому что так называемый аргумент от молчания. Следующее. Претензия на доказательство того, что на самом деле предполагается аргументом. Претензия на доказательство того, что на самом деле является аргументом. Как у настоящей личности, у Бога должны быть чувства. Предполагается, что все личности, включая Бога, обладают чувствами. На самом деле здесь меняется, да, причина и следствие. Так называемый комплексный вопрос. Выдвижение аргумента или обвинение в форме вопроса, который на самом деле содержит второй вопрос, ответ на который предполагается выше. Например, вы все еще бьете свою жену? Почему вы настаиваете на том, что нужно верить в небиблейские идеи, как, например, в Троицу? Понимаете, здесь получается мы не аргумент о Троице, да? А почему вы настаиваете на том, что мы должны верить в небиблейский аргумент о Троице? Здесь как бы одно ложное утверждение строится на втором ложном утверждении. Утверждение, что раз нельзя провести четкую линию, то невозможно делать никакого разграничения. Как вы можете называть мои взгляды ересью? Учение каждого человека намного отходит в сторону. Где тогда провести черту? То есть, если трудно провести черту, значит невозможно делать никаких суждений. На самом деле это не так. Мы знаем, что у нас, например, как мы говорим, один шаг между любовью и ненавистью, но мы понимаем, что любовь и ненависть существуют. И даже если невозможно разграничить, провести четкую черту между любовью и ненавистью, мы все равно продолжаем верить и говорить о том, что отдельно все эти характеристики существуют. Так же, как и ошибочные взгляды. Рассуждение от изолированных примеров к универсальным обобщениям. Теперь, когда мы обнаружили, что существуют некоторые планеты, помимо тех, которые находятся вне Солнечной системы, мы уверены, что таких планет существует миллионы. То есть, когда, помните, я говорил, выдвигалась теория о существовании внеземного разума, каким образом считали? То есть, считали количество Солнечных, то есть, один из элементов расчета нужно было внести, сколько существует. На звездах же не может существовать никакая жизнь, никакого естества, ни в какой или любой форме, потому что просто там высокая температура. Поэтому нужны планеты, то есть, не звезды. Поэтому нужно было посчитать, сколько таких планет существует, примерно прикинуть, и, соответственно, потом уже вычислялись по количеству планет, вычислялась возможность появления жизни, что эта жизнь разовьется и так далее и тому подобное. То есть, мы маленький пример Солнечной системы перенесли на всю Вселенную, и у нас получилось, что во всей Вселенной должно быть огромное количество инопланетян. Просто они должны постоянно стучаться к нам на Землю. Но на самом деле такого не происходит. То есть, здесь что происходит? Когда маленькую ситуацию, локальную ситуацию, без учета всех условий, перемещают на все остальное явление. Ну и так далее. То есть, есть еще некоторые предпосылки, которые позволяют нам говорить, что логика рассуждений неверна. Почему мы говорим о том, что логика не только интересна, но и важна для наших рассуждений? Потому что, если наши слова будут внутренне противоречивы, и это будет не только понятно нам, но и нашему оппоненту, то, несмотря на то, что вы защищаете высокие истины и высокие идеалы, ваши рассуждения не будут воспринять всерьез. Часто недостаток знания или неграмотность рассуждений является серьезным аргументом против христианства. Говорят о том, что, ну смотрите, кто вас защищает. Они сами не знают, во что они верят. Или сами не знают, как объяснить, во что они верят. И вот таким образом, некоторая, как говорится, опять же ложная предпосылка, что если я встретил человека, который не может объяснить, во что он верит, значит и всех христианин не могут объяснить, во что они верят. Или они все тогда нелогичны. На самом деле это не так. В общем, ваше умение объяснять то, во что вы верите, ваша способность видеть простые логические ошибки в рассуждении другого человека и спокойно на это указывать, не просто делая заявление «ах, ты нелогичен» или «ах, ты не знаешь, что такое логика». Я могу сам сказать, что по сравнению с учителями логики, я сам не знаю, что такое логика. То есть, если меня посадить и решать серьезные логические задачи, я, конечно же, не смогу их решить в той системе и в тех уравнениях, которые предполагаются. Но некоторые знания я постоянно стараюсь подчеркнуть, некоторые системы логики я постоянно стараюсь понять, для чего. Чтобы в разговоре их использовать, чтобы показать человеку, чтобы это дало мне лишнее основание говорить с человеком. И, в частности, не столько обращать к высшим целям или высшим таким понятиям о Боге, о человеке, потому что обычно люди это очень сильно защищают и никогда не любят, когда говорят об их личных убеждениях. Но когда ты говоришь о том, что они строятся на ошибочных основаниях или на неправильных, или на, ну, грубо говоря, вот в их математике допущена ошибка, это проще объяснить, чем их некий такой космический выбор. Я думаю, это понятно. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Еще несколько слов хотел сказать о риторике. Риторика или красноречие. Вообще замечательная наука, которая раньше у нас изучалась в школах, но почему-то в современной школе она стала забываться. Хотя в классах, вот в начальных классах я уже вижу в некоторых программах учебники по риторике. И это хорошо, потому что нужно развивать у детей умение выражать свои мысли. И от того, как мы умеем выражать свои мысли, как мы пользуемся своим языком, зависит очень многое. Вообще, даже способность к мышлению сильно связана именно с нашим языком. И многие исследователи говорят о том, что если ваш язык не развит, то и ваше мышление находится в таком же подавленном состоянии. Поэтому обращайте внимание на то, как вы говорите, как вы выражаете свои мысли. Если люди не понимают вас, если близкие только могут вас понять, или только ваши близкие друзья могут уловить вашу мысль, срочно беритесь за книжки и читайте хорошую литературу. Выступайте, пишите свои выступления. Может быть даже сейчас у нас технология продвинулась вперед. Может быть даже снимайте себя на видео и слушайте сами себя. Ох, как это сложно слушать самому себя, потому как видишь, какое огромное количество ошибок и оговорок ты делаешь. Но это хорошо. Знаете, иногда стоит посмотреть в зеркало на свои ошибки для того, чтобы их исправить. Не для того, чтобы, конечно, просто сокрушаться и сожалеть, как же я несовершенен, но идти к исправлению. Дмитрий Сергеевич Лихачев, наш академик и исследователь, филолог, исследователь языка, он действительно очень многое сделал для русской культуры во времена, когда в Советском Союзе процветала, может быть, некая другая идеология, которая не позволяла развернуться этим наукам. В общем, исследователь, который действительно спас многие культурные ценности и в Петербурге, тогда в Ленинграде, и который явился знаменем или олицетворением духовного и культурного поиска для многих интеллектуалов, и, в принципе, сохранил язык, один из тех, кто сохранил язык до наших сегодняшних дней. И он пишет, «Наш язык — это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. И потому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело. Мы можем определить степень интеллигентности человека, степень его психологической равновешенности, степень его возможной закомплексованности. Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно, прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая. Но хоть и трудно, это надо. Надо. Наша речь — важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, нашей души, ума, нашей способности не поддаваться влиянию среды, если она затягивает». Такие вот важные слова о нашей речи, которые постоянно должны подстегивать, подталкивать каждого из нас, учиться, развивать наше мышление, развивать нашу аргументацию, для того, чтобы, когда мы обращаемся к людям, мы не выглядели некими закомплексованными, как некоторые товарищи критикуют. Мне просто нравится такое выражение «догматизированные христиане». Почему такой сделали синтез? Такое достаточно кривое слово, но яркое очень. Знаете, как есть такое слово, иногда политики спорят «педалировать». Страшное, конечно, слово «педалировать» какую-то тему. Ужасное использование языка. Так вот, догматизированные христиане иногда выглядят очень странно, когда еле могут выразить то, во что они верят, когда кое-как связывают два слова, добавляя туда больше междометий, чем своих ясных и четко выраженных мыслей. Но мы все это можем побороть, если будем учиться, если будем постигать Писание, если будем учиться тому, как доносить свои мысли другим людям. Этот путь интересен, труден, но очень плодотворен, к чему вас призываю и сам всегда стремлюсь по нему следовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok